Здравствуйте, дорогие друзья, на связи GrimOptimist. И сегодня у нас действительно очень интересная тема для разговора, потому что наконец-то вышел долгожданный мной режим Polygon в мире танков. Я в него, конечно же, уже поиграл, набрался впечатлений, и сейчас вам расскажу вообще, что из себя данный режим представляет, стоит ли в него играть и какие у него есть плюсы и минусы. Потому что всё довольно неоднозначно. Я этот ролик записываю в пол восьмого утра, специально, чтобы у вас к завтраку был свежий, актуальный и интересный контент, и хочу вас всех попросить поддержать меня лайком и комментарием. Можете написать, как вам этот режим, пробовали, нет, понравилось, может быть. Короче, пишите смело все свои впечатления. Это реально, ребят, очень важно. Каждый лайк играет роль, и каждый комментарий тоже продвигает видео. Прошлый видос не зашёл почему-то, я уж не знаю, по какой причине. Вроде всем всё понравилось, но алгоритмы его выплюнули примерно на третьем часу. И теперь, если и этот видос не зайдёт, то у моего канала будут уже, к сожалению, серьёзные проблемы. Поэтому я очень надеюсь на вашу поддержку. Извините, что занял много времени, но это реально важно. Если вы, мало ли, пропустили, примерно 2-3 недели назад у меня на канале вышел видос, где я очень подробно вообще разобрал ПВЕ-элемент в современных сессионных играх. То есть я рассказал, откуда вообще пошли ПВЕ-шки, где это всё зарождалось, как развивалось, у каких игр это зашло, у каких не очень, и почему я считаю, что в танках на самом деле это вполне себе может прижиться и зайти многим игрокам. И когда этот режим анонсировали, я был лично очень рад вообще всему этому. Но изначально уже, знаете, был некий скепсис, потому что разработчики как-то вот сразу сказали, что всё будет довольно простенько. То есть это просто будет режим, где вы с другими живыми игроками играете против команды ботов. На тех же самых картах, по тем же самым правилам стандартных боёв, да. И, в принципе, это уже, конечно, дало понять, что чего-то особенного ждать, наверное, всё-таки от режима, по крайней мере, сейчас не стоит. Но когда я поиграл во всё это дело, на стриме это происходило, если что, запись есть на канале, мы с вами там заодно пообщались, вы в чате рассказывали свои впечатления, и я очень быстро понял, что на самом деле у нас мнение-то в целом совпадает. Режим получился, мягко говоря, очень странный. То есть вы, по сути, вместе с ещё 11 игроками играете против 12 ботов, которые выкатываются на абсолютно такой же технике, как и у вас. То есть баланс, он зеркальный. Если у вас там есть ИС-7, ботчат, там, я не знаю, какой-нибудь Минотавр и так далее, то и у противника будет ИС-7, ботчат, и всё то же самое. То есть абсолютно команды совпадают по составу. Это хорошая была идея, однозначно, потому что, ну, если бы там у противника был жёсткий дисбаланс какой-то, да, по технике, это бы уже могло вызвать какие-то проблемы, поэтому, в принципе, эта идея была годная, как я считаю. Но вот дальше, буквально спустя минуту после первого боя, я понял, что этот режим, скорее всего, большинству игроков не зайдёт. А всё потому, что играть в него неинтересно. И я бы сказал, слишком легко. Вот понимаете, особенно после рандома нашего любимого. То есть когда ты заходишь в режим полигон и внезапно замечаешь, что противники все, всегда сливаются в течение двух, максимум трёх минут. Абсолютно всегда. Причём чаще всего сливаются практически с нолём урона. Иногда, конечно, ваши союзники тоже могут улететь в ангар, но это бывает, когда люди совсем уже наглеют, то есть творят какую-то дичь, упарываются. Всё-таки боты, они, конечно, тупые, об этом мы ещё поговорим, но стреляют они, в принципе, не так уж плохо. И если упороться, и на вас там сразу обратят внимание несколько ботов, то убить вполне себе могут. Но если играть аккуратно, даже не слишком-то стараясь, без голды, без каких-то там крутых расходников, просто там струлькать от башни время от времени, то развалить противников проблемы никакой не составит. Причём проиграть, по-моему, в этом режиме вообще физически невозможно. Я играл в данный режим чуть меньше двух часов, и мы не проиграли ни разу. Более того, даже ни разу не было ситуации, которая бы хоть как-то могла вообще перейти в поражение. То есть мы всегда выигрывали с разгромным счётом, там максимум у нас убивали одного, один раз, по-моему, было двух человек, и вся команда ботов сливалась дружно. Почему так происходит? Во-первых, боты адски тупые. То есть они разъезжаются не так, как это делают игроки в рандоме. То есть все вот эти стандартные разъезды, что эти едут сюда, эти туда, там это ничего не работает. То есть они могут поехать куда угодно вообще. Хоть по центру иногда, хоть справа, хоть слева. То есть в этом плане уже есть серьёзные отличия. И поначалу это, конечно, вызывает немножко какие-то странные ощущения, потому что непривычно. Но потом ты понимаешь, что они тупые, они прут, просто выцеливаешь и просто стреляешь. Основная сложность в данном режиме заключается в том, чтобы нанести нормальное количество урона. Потому что противники умирают настолько быстро, что настрелять там больше трёх тысяч дамага это реально проблема. Ну, сами понимаете, там две минуты команды нет. Попробуй за две минуты больше трёхка настреляй. Если вы всё-таки захотите поиграть в этот режим, то я настоятельно рекомендую вам не вставать куда-то там на супер, какие-то сейвовые позиции, за двойные кусты на край карты. Потому что вы вообще ничего не настреляете. Держитесь вместе со всеми. И просто старайтесь не подставляться. Это не сложно. И наносите дамаг, как только у вас появится такая возможность. Для того, чтобы быть максимально эффективным в этом режиме, я настоятельно не советую вам брать какие-то медленные, тяжело бронированные танки. Типа Мауса, там, или Тай-5 Хэви, там, Объект 705. Вот это ничего не надо. Вы просто не доедете. Вы не успеете никуда. И кроме того, эти танки косые, вы ещё и будете промахиваться. Лучше брать какие-то либо универсальные СТ-шки, такие с башней, да, которая может хоть что-то танкануть. Либо какие-то быстрые тяжи. Типа ВАЗика 55-го вполне себе заходит. Можно даже ИС-7 взять вполне себе. Да, вообще всё, что угодно. Что более-менее едет, хотя бы километров 40 в час и нормально стреляет. Отлично заходят барабаны, но только не с долгой перезарядкой. То есть, брать, например, сюда Риноцеронты я бы не советовал. Отвратительный ДПМ, долгая перезарядка, вы ничего не настреляете. Брать там какой-нибудь Батчат я бы тоже не стал, потому что вы максимум успеете вкинуть один барабан, второй вы можете просто не успеть. То есть, лучше всего заходит, там, например, СТБ-1 какой-нибудь. Про Джетта 65, ну, более-менее нормально, да, у него всё-таки ДПМ повыше. Можно взять даже какой-нибудь Т-62, например, сейчас. Там Объект 140, хоть он и не в Мете, но здесь он нормально заходит. Можно брать, в принципе, всё, что угодно, что способно, говорю, быстро ездить и легко наносить дамаг. Но проблема, ребят, заключается в том, что в этом режиме, в принципе, невозможно ничего заработать. Я провёл несколько боёв, когда подвёл некую статистику, исходя из которой я заметил, что если вы играете без премиум аккаунта, и даже если вы вообще не потеряете прочности вашей машины, если вы ни разу не выстрелите голдой и не потратите ни одного расходника, то вы уйдёте примерно в минус 3-7 тысяч по серебру. Это если без премиум аккаунта. С премиум аккаунтом вы в среднем уходите в ноль. Причём вообще не важно, сколько вы настреляли. Реально, то есть я заметил, я и там бывало и полторы тысячи настреливал, потому что, ну, просто ничего не успевал. Бывало и три тысячи с лишним настреливал, и всегда давали примерно одинаково. То есть с премиум аккаунтом это где-то около ноля. Иногда там в плюс 3 тысячи, иногда в минус 2, ну, где-то вот примерно ноль, да, если среднеарифметическое взять. А вот если вы играете с резервами и с премиум аккаунтом, то в этом случае, в принципе, вы будете уходить в плюс, если не будете стрелять голдой и не будете ставить там всякие доппайки и тратить ремки там и всё остальное. В таком случае получается примерно выйти в плюс 7, там может быть 10 тысяч по серебру. То есть про какой-то фарм говорить здесь смысла нету, но по крайней мере с резервами и с премиум аккаунтом вы не уходите в минус, как говорится, спасибо и на этом. Опыта дают очень мало. Если вы катаетесь без резервов, если вы не используете вот эту премиумную возможность x3 опыт сделать, да, на первые 5 побед в день, то это вообще просто смех. Что-то там набрать какое-то количество опыта, там, например, для полевой модернизации, ну, это может занять у вас там, я не знаю, год, наверное, если не больше. То есть фармить опыт не получится. Это просто лишено всякого смысла. Но зато в этом режиме выполняются дейлики. То есть вот эти вот задания, типа там, сделайте столько-то пробитий, там, например, заработайте такое-то количество опыта, за это дают там очки боевого пропуска, ну, все вы это знаете, да. То есть вот это можно сделать. Например, если вы играете и у вас не получается никак, вообще никак, сбить вот эти вот задачи, да, особенно, знаете, там бывает дебильная задача, где нужно 4 фрага там сделать или еще какая-нибудь хрень, то в этом режиме это можно выполнить быстрее, скорее всего. Но при этом, ребята, сам боевой пропуск не выполняется. То есть только за счет вот этих вот задач. Кроме того, в этом режиме вообще не выполняются какие-то боевые задачи. То есть, например, вот сейчас еще, все еще актуальные задачи из цикла Лес Чудес или как там это называется, упоротые мухоморные задания, про которые мы, кстати, еще поговорим сегодня. И они не идут в зачет. То есть, например, у меня была задача выбрана, где нужно было сделать фраги. И в этом режиме фраги не учитывались. То есть, просто имейте это в виду. И по итогу, что мы получаем? В этом режиме вы можете почувствовать себя крутым игроком реально. То есть, потому что если вас унижали в рандоме, вы постоянно сливались, у вас ничего там не летело, не пробивалось, вас постоянно ваншотили и так далее, то вы заходите в этот режим и противники просто, извиняюсь, раздвигают перед вами булки и ничего не могут вам сделать. Вы просто их убиваете, уничтожаете и всячески издеваетесь над ними. Вот. Безнаказанно абсолютно. То есть, если вы устали от рандома, если вам хочется побеждать, если вы хотите нагибать, то вот отлично для этого режим подойдет. Абсолютно не горит задница в нем. Абсолютно спокойно ты на расслабоне можешь играть. Я думаю, что любители пенного могут и под него пошпилить. Можно с друзьями зайти. Но смысла в этом, ребят, какого-то особого нету. То есть, зайти просто, говорю, дейлик и закрыть, если не охота в рандоме идти. И, в принципе, все на этом. Потому что, говорю, опыт вы зарабатываете крайне мало, кредиты вы вообще не зарабатываете, задачи вы не выполняете, пропуск вы тоже не выполняете. И по итогу непонятно, зачем это надо. Попробовать какой-то танк новый, так его можно и в рандоме попробовать. В чем проблема-то заключается? То есть, если бы можно было его попробовать до покупки, например, да, то есть, прокачали вы, условно говоря, ИС-7. И вот думаете, а вообще покупать его или нет в нынешних реалиях? Вообще стоит? Вот попробовать бы, да, как-то. Вот если бы была возможность на этом танке выйти в бой, да, вот в этом режиме, не покупая его, чисто на тест, это было бы интересно. А так, вы купили его уже, ну, можете и в рандом выкатиться, попробовать. А так, что вы там будете пробовать? Вы и так прекрасно знаете, что за танки у вас стоят в ангаре. Вы знаете, как на них играть. Вы знаете, какой из них хороший, какой плохой. И для чего этот режим в таком случае нужен, мне непонятно. Возможно, вы скажете, для каких-то начинающих игроков, да, которые пока не могут себя проявить в рандоме, сливаются, вот им надо идти в этот режим и, значит, там тренироваться, да. Но по итогу, во-первых, бои только на десятках. Если новичок прокачал десятку, он уже, ну, не сказать, что полный новичок, то есть он уже что-то понимает. Он играл много на других танках, он прошел там все уровни, вплоть до десятки, там на девятом катался, на восьмом и так далее. Там свободки какой-то у новичков особо нету. Они не имеют возможности пропускать танки там, вообще на них не играя. Поэтому, что там тренироваться этот человек должен, непонятно. Тем более, учитывая, как проходят бои в этом режиме, я напоминаю, что разъезды все левые практически всегда. Противники не сопротивляются. Они выезжают бортом, они тупят просто беспросветно. Да, они иногда попадают, потому что с точностью у них более-менее все в порядке. Но они играют не так, как люди. И играя против этих ботов, вы не научитесь играть против людей. Потому что абсолютно разный геймплей. То есть в этом как бы смысла нету, как в тренировке некой. Это абсолютно ничего вам не даст. Максимум, что вы получите, это, ну, более-менее понимание, там, например, на какой дистанции этот танк может там попадать. Да, или там, с какой скоростью он едет. Ну, повторюсь, это можно и в рандоме, в обычном, там, в первом же бою сделать, и все будет понятно. То есть, понимаете, режим, как мне кажется, нуждается в полноценной доработке. Для этого нужно, во-первых, ввести разные уровни сложности. Сейчас вы играете 12 на 12. Кстати, из-за того, что у вас 12 на 12, вы меньше наносите урона, потому что на 3 противника меньше, да, и потенциально количество наносимого дамага меньше, опять-таки, чем в обычных боях. И это, ну, чувствуется. Я сказал, что 3к настрелять, это уже сложно в этом режиме. Да, у меня в рандоме чаще удается это сделать, чем здесь. То есть, то, что мы сейчас имеем, сошло бы за ультралегкую сложность в данном режиме, типа стартовая такая, попробовать. Но дальше нужно что-то поинтереснее, чтобы противники, ну, хотя бы как-то огрызались. Я не знаю, дайте им хотя бы здоровья побольше. Или сделайте их 15 человек. То есть, у вас 12, противников 15. Это, например, была бы средняя сложность. Еще что-нибудь прокачайте у них, там, я не знаю, еще хп добавьте. Сделайте высокую сложность, там, за которую бы какие-то награды уже давались. Чтобы человек имел мотивацию, да, вообще в это играть. Потому что сейчас те, кто поиграл, ну, мне писали на стриме, что, типа, Диман, я зашел, что, 3к сыграл, это вообще унылая какая-то хрень. И, типа, надоело, и все, больше я в него не зайду. Вот такие впечатления у людей, потому что слишком легко и к тому же бессмысленно. То есть, ничего не получаешь и интереса никакого нету. Зашел, поиграл, попробовал, что-то репу почесал, думаешь, да нахрен мне это надо и пойду дальше в рандом. Вот и все. То есть, нужно развитие, там, какой-то сценарий, говорю, какие-то, может быть, интересные задачи, сопроводить маус из точки А в точку Б, доставить какой-то груз, например, опять-таки, из одной точки в другую, там, удержать какую-то точку, еще что-то, я не знаю, это можно все подрезать из других каких-то режимов, там, это все плавает на поверхности, надо просто сделать. Даже можно пока без сюжета, просто хотя бы, ну, вот обозначить задачи и уже будет какое-то разнообразие, уже будет какой-то интерес и так далее. Сейчас это просто, как, знаете, такая сырая болванка, которая, вот, нуждается в обработке. Это, как вот, я не знаю, пластилин, да, из которого можно что-то слепить. Если вдруг, мало ли, да, такое произойдет, я буду очень рад. Еще раз напомню, что посмотрите мой ролик про ПВЕ-режимы, я там все рассказал, почему это на самом деле круто, что в некоторых играх есть ПВЕ, это многим заходит, потому что ты с мужиками зашел, тебе не надо потеть в рандоме, там, задницу рвать и так далее. Ты зашел, собрали взвод, взяли пивка, все, поехали, допустим, выполнили одну миссию, другую, третью, как в Варфейсе это происходит, да, все выполнили, пообщались, как говорится, отдохнули, и все по домам, да, спать. Отличный, как говорится, вариант, чтобы не рвать, повторюсь, жопу в рандоме, но здесь слишком легко и бессмысленно, это будет просто тупо неинтересно. И сейчас я бы хотел еще несколько слов сказать, вот про этот лес чудес, и замечательные боевые задачи, потому что на одной из них у меня жопа, ребят, сгорела, просто в лоскуты. Сейчас объясню, что я имею в виду. Значит, есть там одна задачка такая интересная, которую придумал не иначе, как какой-то гений геймдизайнерской мысли. Суть такая, что вам нужно ставить противников на каток, и чтобы по вашему саппорту, в таком случае, нанесли 3000 дамага. И казалось бы, ну что такого, да, поставил на каток противника, союзники его разобрали, все, как говорится, да, закрыл, все легко и просто. Но в реальности оказалось все намного сложнее. Именно в тот момент, когда я эту задачу выполнял, видимо, она была не только у меня, а многие пытались сделать так же. Из-за этого все пытаются гуслить, и никто не хочет стрелять по противникам. То есть зачастую бывает такое, что ты поставил на каток, и никто не стреляет, либо они там занимаются вообще непонятно чем, либо просто ждут, чтобы самим поставить на каток. То есть, ну, блин, у всех одна задача, в которой нельзя наносить урон, а нужно ставить на каток. Какой гений вообще это придумал? Я извиняюсь, микрофон задел. Это просто капец. И это еще не все. Ведь, не забывайте, что сейчас уже там несколько лет в игре есть несколько ремкомплектов у каждого. То есть бесконечное их количество, просто они кэдэшатся. И если ты противника поставил на каток, он 100% с него снимется ремкой. Причем, ну, в любой момент, даже под конец боя. потому что ремкомплекты сейчас, говорю, есть у всех. И они бесконечные. Их можно использовать много раз в течение боя. и ты ставишь на каток, он чинится и едет дальше. И если ты не на барабане, а с обычной цикличкой, то все, он спрятался, он снялся с катка и спрятался. Больше ты его не поставишь на этот самый каток, потому что он в тот раз уже вряд ли так подставится. Если ты на барабане, говорю, тогда какие-то шансы еще есть. Но даже в этом случае, извините, это реально сложно, потому что сколько было ситуаций, я ставлю, никто не стреляет. Или просто никого нету, или просто специально люди не стреляют. И меня просто это разорвало. Я эту сраную задачу выполнял дольше, чем все остальные вместе взятые. Я трахался два стрима по три часа практически с этой задачей. У меня жопа сгорела просто в хламину. Невозможно было играть. Я потом в итоге забил на это, и она у меня там сама по себе выполнилась. Но я из-за этого просрал все сроки и не успел в тайминг. И в итоге танк К2 я не получил. Поэтому пламенный мой привет тому, кто придумал эту задачу. Мне кажется, что тебе нужно, не знаю, как-то подумать над своим поведением и больше так не делать. Потому что не надо так издеваться над игроками. Они и так, как говорится, страдают. Чтобы у игры был онлайн, и надо их поощрять, наоборот, а не насиловать во все нужные и ненужные отверстия. Короче, друзья, на этом на сегодня все. Я рассказал вам все свои впечатления от режима. Я надеюсь, что была информация полезной. Думаете, сами играть в него или нет. Я советую зайти, хотя бы попробовать, чисто что впечатления свои, да, какие-то составить. И иногда, может быть, заглядывать, если не получается сбить какой-то дейлик. Вот просто либо времени нету, либо что-то не выходит. Вот можно заглянуть чисто ради этого. В остальных случаях, говорю, смысла пока в этом не вижу. Но я надеюсь, что Леста все-таки будет эту идею как-то развивать. И мы с вами увидим, ну, хотя бы разные уровни сложности. Чтобы, говорю, хоть какой-то был челлендж, чтобы хоть какой-то был во всем этом смысл и интерес. Ну, и награды, конечно же, да, само собой. Так что, если вы со мной согласны, поддержите ролик лайком. Обязательно в комментариях напишите свое мнение. Подписывайтесь на канал, если все еще этого не сделали. Не забывайте про карту от Альфа-Банка с халявой в 500 рублей. Обязательно воспользуйтесь этим предложением. Ссылочка в описании. Всех обнял. Берегите себя. И самое главное, будьте здоровы. Спасибо вам всем большое за поддержку. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете на стримах. Без вас бы этого канала не было и моих роликов тем более. Давайте, ребят. Всем всего хорошего и всем пока. Продолжение следует...